Ты бы хоть играл нормально, что ты хлопаешь по гитаре? Что ты по гитаре-то хлопаешь, дуречка? Дебилушка, даже Чика нормально играет, а ты... Дэй, 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 ты барабачиком должен быть, я тебе говорю. Ты точно должен был быть барабачиком, тебе и фасадка. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием Security Breach. Продолжаем её взламывать, и сегодня мы будем с тобою на секретной, отсутствующей в основной игре, карте, гольфе. Этот гольф есть в основной игре, мы его с тобой проходили даже, но там он недоработанный. Здесь он больше, здесь 18 уровней, в отличие от 9. Мне очень интересно, какие там секреты могут быть, потому что, допустим, не всё, что есть в этой игре, есть в основной. Блин, кстати, заметь, Фёдор всегда стоит отдельно от всех, ты заметил? Вообще везде он стоит отдельно от всех аниматроников. Очень интересно, сколько здесь классных всяких вещей. ФНАФ, второй, ой, ну или первый. Вот он, Фоксян, стоит, смотрит на всех. Причём все аниматроники играют, а Фоксян просто там стоит и не парится. Блин, вот это выглядит крипово, ну-ка подожди. Ваааа, вааа, вот это выглядит чертовски круто. И вот он, Фоксян, собственно. Челебонница здесь, давай на превьюшечку, на всякий случай не знаю, буду я тебя юзать для превьюшечки или нет. А, вон почему там Фоксян стоит, потому что у нас с тобой, сейчас мы к нему полетим. Ага, ну туда это имеет смысл, окей. Вот этого уровня я, кстати, уже не помню, то есть я помню его, но он был другим. Ага, а вот это у нас вроде как, собственно... Кекс? А он был? Стоп, этого не было. Этого не было в игре? Новое лицо плейтайма. Это ФНАФ второй. Я не помню просто тут кексиков. Вот эту штуку, я помню, она здесь пролетала. Как выглядит всё это так вот? Вот так, оп. Пайпер пал, здорово. Так, это у нас пролётики разные. Это у нас рисунки, ничего необычного здесь нету. Компьютер. А что здесь делают работающие компьютеры, я не понял. В смысле? Это ж, это ж типа какой год? Кого хера здесь делает компьютер? Причём выглядящий, кстати, как мой. Практически. С работающими кулерами, видеокарты, чё за херня? В смысле? А вообще это обычный офис. Вот этого уровня мы точно с тобой не видели раньше. Но этот уровень, скорее всего, удалили, потому что он слишком сложный. Мы здесь с тобой в какой-то мусорке, то есть это свалка. Судя по всему, этот гольф нам с тобой буквально показывает все уровни, которые есть в игре. Потому что это свалка, где мы с тобой с Чикой дрались. Интересно, будет ли здесь что-нибудь намёкное на Бонни? Но не надо. Ну я понял, допустим, почему этот уровень исключили. Он жопошно сложный. На свалке вроде как ничего интересного не наблюдается. Я могу улететь сюда. Ты заметил, кстати говоря, что музыка немного ломается ещё? То есть она такая, типа, глючная. Скорее всего, игра задумывалась более... Более криповой, чем она есть на самом деле. Такое, знаешь, будто бы она ломается. Может быть, глич-трап где-то должен был появиться. Фаз-бласт. Такого тоже не было. Я тебе говорю, это буквально все уровни, которые есть в игре, понимаешь? Все уровни. То есть вот это сейчас фаз-бласт, то было мусор-качики. Здесь, если я правильно понимаю, то ничего суперинтересненького нету, да? То есть в этих уровнях это больше сам факт их наличия нам интересен, чем то, что в них находится. Ага, Рокси. Комната закрыта. Ага, причём смотри, кстати, интересно. Здесь реально написано, что она, дверь, улица, дорога эта закрыта. Сейчас я где-то здесь видел надпись. Road closed. Да, дорога закрыта. То есть здесь уже есть отсылка на то, что этот уровень не работает. Что эта дорожка закрыта, что она не работает, что она сломанная. Причём даже по звукам слышно, что она сломанная. То есть, возможно, здесь опять же задумывалась какая-то большая крепота. Ну и выглядит всё это достаточно жутко, да? Особенно с отсутствием реально музыки на фоне. Где музыка везде есть, а здесь почему-то её нет. Да блин! Следующий уровень у нас с Монголом. Вон он Монгол, кстати говоря, сидит. Видишь его? Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, вон он. Вот она, вот она хорошая. Это есть в уровне, это есть в игре. У неё даже руки есть. У неё даже всё есть. Ёбин-бобин. Так, здесь ничего не проработано. Ну как же ты круто выглядишь, хорошая моя. Как же ты круто выглядишь. Ля. Ля какая. О-о-о. А сзади неё? Ага. Ага. У неё рука из жопы. Ясно? Ясно. С рукой в жопе, значит, она получается. Хорошо. Нормально, Монгол. Всё, Монг... Ух ты. Это мы с тобой увидели? Ха. Забавно. Это, похоже, мир Чики. А, Чика Ворлд, кстати говоря. Тоже отсылка на мини-игру. Но нет, мы это с тобой, по-моему, видали. Мы это с тобой проходили, если я правильно помню. Потому что мне это прям кажется знакомым очень. Вот с этими двумя тортиками. Ну, кексик, конечно, в игре и круто. Внутри него тоже, если я правильно понимаю, ничего нету. Внутри всех этих тортиков, скорее всего, ничего нету тоже. Ну, потому что мы не задумывались, что мы туда залезем. Жалко, что в этой игре тоже не учитывая то, что мы везде будем лазить. Было бы очень круто, если бы мы могли найти в таких местах что-то. Вау. Это было в игре. Вау. Ля какая. Ля какая бэйба. То есть, эта комната конкретно бэйби. И вот как она выглядит вместе со своими этими подружками. Вот они тоже здесь. Вас на превьюшечку поставлю, я думаю. Так, а здесь ничего, да? Нету прям такого. А, нет, 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 нет. Есть тут кое-что. Ты видишь там наверху? Паралетик. А, стоп. Нельзя, что ли? А, это окно, это зеркало. Вон она. Бляха. Бэйби выглядывает из шкафа. Шо подсматриваешь, а? Шо подсматриваешь, шо надо? А ну пошла вон отсюда, бэйби. Так, это отсылка, кстати говоря, на ФНАФ 4. Между прочим. Хрена она криповая. Хрена она здоровая. Давай-ка я вас, подружки, поставлю тоже на превьюшечку. На превьюшечке пойдете, хорошо. Но это у нас с тобой было в игре. Мы это с тобой в игре видели. То есть это не новый уровень. Это тот, что уже был. Отдай ты мне заедешь. Спасибо. А, это я помню, кстати. Да, 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 здесь мы были. Здесь у нас солнышко летает. У нас здесь почему-то два этих шляпа. Эй, бро, а ты свою шляпу уронил? Вон у этого молодого шляпа на месте, а у тебя где? Почему у тебя шляпа под полом? Дружище, ты свою шляпу потерял. Возьми шляпу. А то голова не прикрытая, заболеешь же. Заболей, вон у тебя все микросхемы открытые. Окей, это тот уровень, что опять же был в игре. Балумбой? Кошмарный балумбой? А он был? Он, типа, одновременно и хороший, и плохой. Вон сидит там хороший, такой, типа, А, шарики, шарики, веселуха, ёхушечка. А где он прячется? Еба. Да вот он где сидит, в принципе. Еба. Нормально, на превьюшечку пойдешь, на превьюшечку пойдешь. Пойдешь на превьюшечку, замечательно. Ну вот как он выглядит, если что, просто так. А где они под землей? Ой, под землей тут большие какие-то штуки висят. Ну и вон он. Балумбой под землей. Ну и он просто выезжает, ничего удивительного. Что это такое? Какая-то прищепка. Да, не, мне кажется, что это тоже было в игре. У меня прям такое ощущение есть. Я не уверен. Напиши в комментах. Как это, бляха. Ну, кошмарный, конечно, выглядит сочно. Кошмарный выглядит классно сасно. 55. Интересно, что значит надпись 55 здесь? То есть она просто так рандомная? Или это кому-то 55 лет? А, может это, кстати, пиццерия 55 лет в результате-то? Может быть, между прочим. Потому что пиццерия же существует очень давно. Мы же как бы в далеком-далеком будущем. Ого. Блин. И вот здесь звуков, кстати говоря, нету. Это, судя по всему, еще один уровень, который планировался в игре, но пропал. Потому что, видишь, везде были уровни, которые должны были быть. Да, 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 да. Это еще один уровень Монти. Его удалили, видимо, из игры. Потому что, скорее всего, решили, что слишком неинтересно будет бесконечно с Монти бороться. Блин, ну, я могу понять, почему эти уровни удалили. Они прям бесячие. То есть, часть из уровней сделаны очень трудно. То есть, их прям пройти тяжело. И они муторны. Ну, хотя это логично, это ж мини-игра. Им очень нравилась идея с водой. Потому что здесь везде вот эта вот вода. Везде вот это вот и все. Но здесь, походу, нету ничего прям интересного, да? То есть, сами уровни, в которых находятся аниматроники, они вставлены в игру. Не, ладно, тогда все логично. Тогда все нормально. Тогда все правильно они сделали, по-хорошему говоря. Потому что вот эти вот уровни, в которых нету ничего прям такого уникального, не выглядят таким прям уж суперинтересным. Ну, типа, ну, лодочка и лодочка. Ну, вода и вода. Ну, и что, у меня обосраться теперь. Ура! Я проходил этот час. Я проходил этот дурацкий уровень. Час. О! Пицца? Комната пиццы? Блин, ё-моё. Ну да, это комната пиццы. Ай, мы летаем по пицце, обрати внимание. То есть, мы сами на пицце. И мы вокруг пиццы. Ну да, эти уровни были удалены, потому что они, то есть, такие, знаешь, больше хихишные и хахашные. То есть, это реально уровни для детей, которые в это будут играть. То есть, они пытались изначально сделать больше разных уровней, больше всяких загадочек, больше всяких сложностей. Сделать это реально игрой они пытались. Но, наверное, решили, что это слишком достает. Блин, прикольно, слушай, летит куда-то. Слушай, прикольно на самом деле. Типа, оно так-то сложно даже. И сложно, и интересно. И здесь можно дополнительно пройти секретным путем, вот там вот, через вот эту дырку. Ну, кстати, я и так довольно легко это прошел. Ух ты. Что это такое? Что это? Пердак чики? Ай! Смотри, мастерский сейчас. Видал? Видал? Но в этой катке прям вообще не проработано ничего. Вообще ничего нет. Вот это вот у нас как раз детский садик, вот с этими всеми радугами и всем таким. Странно, что здесь нету солнышка и сони. Ну и вот, собственно, уровень, который тоже был в игре. Не, но я тогда могу понять, почему эти уровни все же отсутствуют в игре, вот эти вот все. Потому что они не такие интересные. То есть самые интересные уровни это вот это. Тут, короче говоря, Монти, Монгомери, Рокси, Чика. Они все тусят, они все веселятся. Причем Монти, типа такой, я глава, я воз этой тусовки. Слышь? Ты бы хоть играл нормально, что ты хлопаешь по гитаре. Что ты по гитаре-то хлопаешь, дуришка? Дебилушка, даже Чика нормально играет. А ты, дэй, 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 дэй. Ты барабачником должен быть. Я тебе говорю, ты точно должен был быть барабачником. Тебе и фасадка. Ну и типа, я главный на этой тусовке. Я хлопаю по моей гитаре, но медленно. И все. А Федора взяли и выкинули. Федора взяли и выкинули. К хуям. Вот он сидит, в мусорке лежит. Грустный такой, печальный. Думает, за что? Да за шо? В мусорке, кстати говоря, ноги Федора и все. Если ты вдруг интересовался, где ноги Федора, они в мусорке. Опа. Хорош. Все, да? Да. На этом игра заканчивается. И мы оказываемся, хде? О, мы оказались в меню. И она отправила нас на предыдущий уровень. Ладно, хорошо. Собственно, это и была секретная удаленная мини-игра. Посмотрели здесь на все. Посмотрели здесь на все секреты, пасхалочки, которые были в мини-игре. На старых аниматроников. Было интересно, хотя и на самом деле ничего прям такого суперского не было. Ничего суперинтересного такого не было. То есть, к сожалению, они не прорабатывали сильно детали, которые мы с тобой могли бы увидеть только при помощи читов. Это жалко. Я надеялся, что они все же прорабатывали. Но определенные вещи интересные были точно. К примеру, вот про Блумбойку это выглядело прикольно. Про Бэйби тоже выглядело интересно. Интересно, что реально кошмарные аниматроники находятся в этом всем мире. В этих играх. Но это странно, ведь кошмарные аниматроники, по идее, это просто воображение главного героя. Реально кошмарных аниматроников ведь не существовало, по идее. Ну ладно, я не знаю. Напиши в комментариях, как ты думаешь. Пока что на этом все. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Пока. До скорого. Удачи.